Всем привет! И сегодня будет очень шокирующая информация. Внутри Земли застряла планета. Надо вернуться на 4,3 миллиарда лет назад. Бум! Вот мы видим зарождение Луны. Огромная космическая скала врезалась в Землю, оторвав от Земли одно кольцо и один спутник, который стал Луной. Раньше он был в основном из моих железа, но потом остыл. Вот, это показано, как он столкнулся. Кстати, а у этой скалы вообще есть название? Да, есть. Ученые назвали ее Тея. И по космическим меркам это настоящая малютка. Если бы она была больше или примерно размером Землю, то тогда бы Земля просто разрушилась, как и сама Тея. Ну, теперь надо вернуться к самому формированию солнечной системы. Сначала там была очень красивая туманность. Ученые назвали ее солнечная туманность. Потом она начала сгущаться и сжиматься. Температура внутри начала расти и подниматься. Потом ядро туманности стало настолько массивным и плотным, что начало запускать ядерную реакцию и взорвалось. Потом среди кусков пыли и мусора можно видеть яркий шар. Это звезда Солнца. Ей исполнился один год. Дальше сформировались планеты. Астрономы считают, что Тея была аж чем-то вроде мячика, которыми играли Юпитер и Венера. Юпитер тянул сильнее и, наконец, направил Тею в сторону Земли, а Солнце ее направило поточнее, чтобы она врезалась в землю под идеальным углом. И поэтому, надо сказать спасибо не формированию Солнечной системы, а Тею, что у нас 24 часа в сутках и 365 дней в году. Ну, давайте посмотрим на это событие. Тея начинает приближаться и к Земле, и начинает сжигать тонкий слой своей каменистой структуры и нагреваться под стороной, которая направлена к Земле. Она начинает растворяться в атмосфере, которая состоит в основном из гелия, метана и углекислого газа. Потом она... Потом Земля тоже начинает нагреваться, и когда Тея столкнулась с Землей, она вырвала из Земли кусок, который стал Луной, и кольца. Потом гравитация спутника Земли и самой Земли притянула кольца. Вот так и сформировалась Луна. Ну, здесь уже какие-то подсказки, существовало ли Тея на самом деле. Да? Геологи обнаружили под поверхностью Земли два огромных пятна лавы. Они находятся между Африкой и Тихимаке... Под Африкой и Тихимакеаном. И они говорят, что это остатки Теи, которая врезалась в Землю. Ну, давайте пролетим еще по времени до времен динозавров. От существования Теи до времен динозавров. Атмосфера начала охлаждаться и заполняться кислородом. Ну, сейчас мы не об этом. Я просто так, шутя, сказал. Ну, кажется, некоторые ученые не согласны с существованием Теи. И поэтому они говорят, что это неправда. Но я считаю, что Тея все-таки существовала. Лея прочитала в одной книге, что даже в нескольких книгах, что Тея на самом деле существовала. Давайте посмотрим, как Земля именно захватила Тею. Теория захвата говорит так. Земля своей гравитацией подхватила небольшую планету и ата столкнулась с ней. Но в Солнечной системе есть и более загадочные явления. Некоторые ученые считают, что у Юпитера нет ядра, а его ядро это планета. И поэтому они думают, что в Юпитер тоже врезалась какая-то планета, как Истея. То же самое относится к Урану. Уран поглотил маленькую, небольшую планету, которая в три раза больше Земли. И она наклонила Урана под углом 97 градусов. А что насчет других планет? Есть что-то более загадочное во Вселенной, чем Тея? Да, есть. На 42 световых годах от Земли в созвездии Рака находится планета 55 Рака-Е. Она немного больше Земли и в четыре раза тяжелее. Ее также называют планета И или 55 Кандри-Е. Но мы ее будем называть 55 Рака-Е, поскольку она находится именно в созвездии Рака. И что в ней такого интересного? Надо просто пробурить ее внешнюю оболочку, и мы увидим гигантский алмаз. Откуда он тут взялся? Сейчас объясню. Температура на планете просто адская. 1500 градусов на темной стороне, и 2500 на светлой стороне. Не, что очень, что при... Вот, что при... И там содержит... И в составе этого планета содержится довольно много кремния, натрия, карбона и углерода. И когда они начали смерть, и при высокой температуре, и высоким давлением внутри, они начали превращаться в гигантский алмаз. Эта планета бы стоила около 50 миллионов долларов. А это причем 30 нулей. Самый большой алмаз на земле, золотой юбилей, весит, как плитка шоколада и размером с хамика. А 55 Рака-Е в триллионы раз больше этого. Ну он тоже очень дорого стоил, больше миллиарда долларов. Ну на миллион это больше миллиарда. В миллиарде девять нулей, а на миллион это не целый тридцать. Пора возвращаться в солнечную систему. Наш пункт назначение Юпитер. Да, это всем известная планета. Ну давайте распилим ее и увидим огромный океан. Размером 40 тысяч километров. Прямо как окружено с земли. Что это такое за загадочное экзотическое вещество? Это металлический и молекулярный водород. Да, внутри Юпитера температура тоже просто адская. От 24 тысяч до 35 тысяч, до 50 тысяч градусов. И эта температура создает такое давление, что водород становится жидким. Ну не жидким, он конечно там жидкий, но делает форму металла. Что и делает его название. Кстати, там еще есть жидкий водород, о котором я вам рассказываю. Ну, металлический и жидкий водород, это что-то похожее. Давайте пробурим Юпитер. Мы преодолели внешне газообразную оболочку планеты и увидели сам металлический водород. После которого начинается таинственная мантия. Надо попробовать пробурить его, но не получится. Он как железо отталкивает все, что в него погружается. И поэтому можно так продолжать бурить металлический водород бесконечно. Сатурн. Наш пункт назначения шестая планета в Солнечной системе. Сатурн. Она в 11 раз больше Земли и в 200 раз тяжелее. Давайте раз. Ну, ее даже распиливать и не придется, она же не каменистая. Как Тей, как Земля, 55 рака. И фу, какая-то Тея, там Тея заговорился, а Тея. Короче, распили. Короче, разламываем Сатурн и видим облака, слой облаков, после которого начинаются капли жидкого гелия. Там невероятная температура, ну, не высокая, а наоборот низкая. Там температура около, она минусовая, минус 200 градусов. Это загадочное нечто находится очень глубоко под поверхностью Сатурна. Внешний слой состоит из метановых облаков, промежуточный слой состоит из сероводородных облаков. Нижний слой состоит из водяных облаков, а максимальный слой из капель жидкого гелия. Ну, как и внутри Юпитера, там есть жидкий водород, а жидкий гелий, он так же, его температура такая же, как у жидкого водорода. И через, и это самая холодная жидкость во Вселенной, даже холоднее жидкого азота. Его температура минус 210 градусов, а температура жидкого азота минус 196 градусов. Пора возвращаться к Юпитеру. Наш пункт назначения спутник Юпитера Европа. Надо распилить внешнюю оболочку планеты, и видно огромный океан. Размером он 160 километров, что немного меньше ширины Ла-Манша. И это очень, но все равно это невероятно. Для сравнения, глубина Марианской впадин, но и также известная, как Бездна Челленджи, ее глубина всего 12 километров. И это несравнимо никак. Придется поместить еще больше 10-ти Марианских впадин, чтобы закончить океан на Европе. Как он возник? Давайте объясню. У Юпитера невероятная гравитация, которая вызывает переливные силы и нагревает Европу, заставляя лед в воде, под корой, таять и образовать воду. И если там есть, поскольку вода это основа жизни, там могут существовать даже какие, даже хотя бы микробы какие-то, но все равно, и это потрясающее открытие. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забудьте поделиться этим видео, чтобы увидеть еще одно видео завтра.